На часах 13.05 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьеты Пузлива. В гостях у меня сегодня вице-спикер ОЗС Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день всем. Нас можно слышать на частоте 101.0 FM, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляции из студии на сайте хакирова.ру. Там же через форму анонсов вы можете оставить вопросы моей гости. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Начать мне хотелось бы с интервью, которое Игорь Васильев, в рио губернатора дал коллегам нашим в «Бизнес-новостях». Парочка тезисов мне показалась более-менее интересным для того, чтобы их обсудить. Васильев намерен проверить, как в регионе расходовались федеральные средства. То есть я так понимаю, тут то, о чем говорили, что он может применить свои аудиторские способности в регионе, чтобы посмотреть, как что расходовалось. Мне, конечно, всегда были интересны промпарки. То есть те, которые, поправьте, если я не права, до сих пор ни один толком не работает. А все новые, новые, новые. Вам, может быть, как вице-спикеру, как депутату, видны еще какие-то проекты, которые, на ваш взгляд, сейчас стоит проверить, посмотреть, как бы оттуда ли пошли федеральные деньги? Ну да, здесь федеральные деньги. И деньги достаточно большие. Если взять промпарк, который у нас в Вятских полянах, уже притчей выездцев стал, это 509 миллионов рублей, и которые, в общем-то, там, крутились на содержание аппарата, который должен был этим заниматься. Фактически ничего этого не было. Очень хочется надеяться, что вот эти аудиторские, так сказать, не только наклонности практика аудиторская, она поможет, да, и опыт разобраться в этом. Потому что я себя не могу считать специалистом чисто в расчетах, но когда мы не видим результата в этих парках, что они не начали действовать, когда слободенос, значит, кто-то там заходит, резидент, он уже отказывается и куда-то еще уходит. И я бы обратила внимание на то, когда говорят вот не только промпарки, но и инвестпроекты, заходящие сюда именно в лесное хозяйство. Потому что промпарки, это уже все понятно. Вот они есть, деньги зашли и посмотрели. Но вот по инвестпроектам очень важно посмотреть использование областных средств. Инвесторы приходят, чтобы их завлечь, им обещают некоторые льготы, как у нас там сейчас популярно слово преференции. Что это дает? Вот надо взвесить эти льготы и вложения, что получит бюджет. Вот они, по крайней мере, в бюджетах должны быть потом в результате весомые. Не каждый так красный. Но льготы по налогам, по выделению вот этих участков, когда заготавливают лес, их дают, там посчитали примерно по 17 рублей за кубометр, получается, стоимость. А продают уже по 450, вот я не знаю, последние говорят и до 500 рублей. И когда инвестор заходит, получая на льготных условиях лесные участки, сдает их в суп-аренду и берет в суп-арендаторов, то уже гораздо большую сумму, то есть получает. И когда заявляется, что будет, например, я видела там до 1000 рабочих мест, до 200 рабочих мест, а когда смотрим по итогам производства, 26 рабочих мест, 56 рабочих мест, как вы понимаете, НДФЛ несопоставима, да, с такими цифрами. Поэтому, на мой взгляд, надо обязательно прошедшить все инвест-проекты. А где отдача? Обещали, потому что каждый хочет получить побольше, да, а каков КПД и действительно результат. Вот я думаю же, по некоторым инвесторам это вполне возможно. И хотя там отчасти отказались в лесной отрасли, кому-то продлевают. Хотя известно, что этот инвестор там в Пермском или Коми уже провалил эти сроки. Это очень важный момент. На какое еще я бы обратила внимание? Вот и федеральные средства, и областные выделяются на поддержку развития малого-среднего бизнеса. И когда, помните, там по 60 тысяч выделяли, там, если ты расширяешь, там, и так далее, и так далее. Мне кажется, здесь тоже надо проверить, а насколько это эффективно. И я не хотела бы сказать... Кто, грубо говоря, удержался на полу, потому что уже лет прошло ведь достаточно, мало что будет, а тем более у нас объявлен нынче год фермерства. Это тоже, как бы, пожалуйста, можно считать малый-средний бизнес. И здесь очень важно понять, вот когда выстраивается цепочка, человек не хочет ходить с протянутой рукой, он хочет сам зарабатывать средства. Берет эти, там, 60 тысяч, да, условно, начинает, пусть вот сельское хозяйство, раз уж фермерство, открывает какое-то производство, не знаю, там, птицеводство, может быть, там, кролиководство и еще что-то. Да, он начинает, у него получается, у него выращено, а он продать никуда не может, или у него это за копейки берут. Вот когда цепочка, мы объявляем, что помогаем, да, малому-среднему бизнесу, так давайте вот так выстраивать их бизнес-план, с тем, чтобы они могли точно знать, а где они это реализуют, чтобы окупить, вернуть и начинать дальше развивать свое производство, если они это делают. Ну, вот накануне, кстати, я прочитала на сайте общественной палаты информацию о том, что они запускают акцию как раз для фермеров, что-то вроде твиттер-связи, то есть они просят фермеров написать, как в действительности у них обстоят дела после как раз вот всей вот этой вот оказыванной помощи, то есть импортозамещения, я не считаю, что я самая умная правильная, потому что это на слуху, я вот такая Машковцева, она была первым фермером в Кирово-Чепецком районе, первым фермером, который еще поддерживал Михеев, вот будучи председателем областной думы, Михаил Александрович, у них с мужем прекрасно все стало получаться, они организовали, гусей начали, и когда вот она рассказывала, что ей приходится, знаете, до мурашек, перед Новым годом этих гусей говорят в рюкзак и ходить упрашивают, чтобы кому-то продать, то есть вот эта проблема у нас, как красиво начинать, а уже чем результат, никто не смотрит, точно так же промпарки, давайте, а где они, да, фермерство, давайте, а где реализовать, я знаю, что были проблемы в прошлом году по картофелю, вырастили его, а куда его деть, если раньше там Слободской спиртоводочный завод, там переработка частично что-то шло, на покупку для бюджетных учреждений здравоохранения, там школы, а сейчас это как-то, так сказать, все легче где-то закупить, но наши вот здесь экологически чисто выращенные, они остаются с проблемой, и тогда кому нужна помощь, да, почему, здесь не нужно семи пядей волгу быть, когда понятно, результат может быть только тогда, когда будет вся цепочка от начала производства и результат, реализация, где, и когда вот оказывается отбивает охоту всех и вся, потому что они понимают, что они только оказываются банкротами перед семьей, перед теми, может быть, у кого-то они еще долг брали, или кредит для того, чтобы производство это наладить, вот это самое большое, когда мы не будем полностью эту цепочку выстраивать, это мне, знаете, напоминает, когда Терроспорт зашел со своими красивыми проектами, что у них там аквапарк, у них там бассейн и так далее, я просила бассейн, который они круглосуточно хотели, да, покажите бизнес-план, за счет чего ваш бассейн будет работать, и когда говорили, а это для школьников, я говорю, а кто из родителей вообще пустит детей в круглосуточно работающий бассейн, второе, а кто будет за школьников оплачивать, они говорят, бюджет городской, с какой стати, значит, школы, которые находятся рядом, будут их учащиеся иметь льготы, а те, которые в других, там, Родина и там, Спартак, у них не будет льгот, они бизнес-план так и не представили, то есть вот это уже высвечивает авантюрность всего этого проекта, с которым сюда этот Сенаторов заходил, еще прикрываясь Дворковичем, что вы тут плебеи, а вот меня Дворкович сам рекомендовал, радуйтесь, что я сюда зашел. Так вот, не надо поддаваться никаким именам, надо очень четко иметь цепочку всего цикла, как производство. Сначала проект готовится, оснастка для инструмента, для, так сказать, заготовок, и тихонечко идет процесс сборка, все прописано, и каждый знает, что идет. Я Польшу привожу в пример. Мы были, значит, семья, он где-то работает, я инженером, жена у него учительница, но у них участок, видимо, от родителей, там достался сколько-то сот гектар, я сейчас не помню, может быть, гектар или два, они берут госзаказ у правительства и выращивают горчицу. И у них есть стопроцентная гарантия, что выращена горчица, они ее сдают, это им приработок к семейному бюджету. Но тут такой момент, а какова роль федерального центра здесь? Потому что ведь не секрет, что зачастую областным властям приходится выполнять, ну, грубо говоря, то, что спущено сверху. Там с теми же самими промпарками, я не знаю, то есть, возможно, где-то там, вот Владимир Владимирович сказал, вот в каждом регионе должно быть там по четыре промпарка. И крутитесь, как хотите. Работают эти промпарки, не работают, вот их четыре должно быть. И то есть, что мы сейчас видим, вот этот конвент моногородов, и поднимается опять вопрос о строительстве промпарка в Кирове-Чепецке. И опять же возникает вопрос, как строить новый промпарк, если вот тот опыт, который есть, его с натяжкой позитивным можно назвать? Вы знаете, по-моему, ошибка в названии вот этого промпарка. Промпарк. Ведь вопрос изначально, вот у нас сразу вызывало сомнение. Тот же Молот, предприятие, которое так загубили, да, у которого прекрасная промышленная площадка, почему бы не использовать какие-то из них для организации производства, посмотреть, что это будет. Нет, красиво замахнулись промпарк, это модно, это, значит, вперед и так далее, да. Это как вот фитиль такой был там, новый пароходик или там какой-то, да, у него весь пар вышел свисток, а поплыть-то он же, ходить-то по реке-то он уже не смог. Так вот у нас точно так же. Да, давайте. Я в этом отношении очень вредный человек. Я не люблю сразу бросаться вот как команда, давайте. Есть вот аналитика, и я думаю, и до президента можно дойти, и, так сказать, умным людям, которые реально занимаются производством, показать, а есть основания или нет. Вот я, кстати, против названия промпарк, Поккирово-Чепятскому. Перерывы мы закончили, сейчас буквально 30 секунд. Особое мнение на 101 ФМ. Особое мнение мы продолжаем. Дарья Топузлиева, моя сегодняшняя гостья, вице-спекер УЗС Марина Сазонтова. Начали мы говорить о роли федерального центра в строительстве промпарков. Мысль свою закончите. Я закончила. Вот, кстати, я, ну, может быть, как филолог, вот несколько против этого названия промпарк, потому что оно подразумевает такой большой комплекс, и когда, если вот этот комплекс называется в Кирово-Чепецке, когда я эту информацию... А почему возникла необходимость? Я тоже сначала думаю, ну, правильно, ничего не достроили, и еще один промпарк в Кирово-Чепецке. Но когда дополнительно получила информацию, что, оказывается, один из резидентов, который логистический центр, там, торговая какая-то, да, у нас, сеть, в связи с тем, что Слободино не укладывается в эти сроки, оно их правильно сказало. Зачем нам такие тугодумые, так сказать, да, решающие? Мы лучше в Кирово-Чепецке это сделаем. Будет ли это промпарк или просто площадка для резидента, которому ему выгодно, и, видимо, так сказать, расчет там логистический или нет, что тоже направление хорошее, его вполне это устраивает. Вот и все. И называть там промпарком, или это будет просто промплощадка, я не знаю, это будет просто площадка для работы резидента. Если он выбрал, и ему это удобно, а если к нему еще подсоединяться там на каких-то условиях кто-то другой, пожалуйста. Но когда вот так объявляется, что вот Слободино, резиденты ведь, они и так и смотрели, какие сроки ввода. И те, кто занимается бизнесом, у них довольно жесткие строки. Я, знаете, вспомнила, когда в советское время сравнивали предприятия промышленные с западными, да, там удивлялись, а зачем вам склады, комплектующих и так далее, да, запас какой-то. У нас все вот пик-пик должно, если только по поводу кто не пристал. Да. А у нас неким все-таки запасом, но надо учитывать, что все-таки у нас комплектующие поставлялись, и транспортные очень длинные, да, были, и какие-то природные условия, там, масса всего-то. И вот сейчас, когда приходят и хотят выстроить отношения, что вот вы даете срок, мы сюда заходим, мы идем, а заходить некуда, они совершенно, я их понимаю, что, ребята, вы там ищите кого-то другого, мы быстрее сделаем. Если это будет площадка действовать, и они в сроки будут точно так же укладываться, значит, область получит резидента, который будет здесь работать. Очень важно только, чтобы область получала с этого доход налоги и пополняла, что не просто тут находится кто-то, да, а он здесь работает, и налоги должна область получать. Иначе за что, так сказать, за красивые глазки пускать? Так это же, в общем-то, пусть даже это бизнес, честный, сразу на этом берегу договариваться, что мы должны получить для бюджета, почему сюда они приходят, и что будут они, в каких условиях работать. Без этого, ну, это одни, так сказать, намерения, но не дела. О намерениях Игорь Васильев еще одну мысль озвучил, хочет наладить связь с кировчанами, он там привел в пример предыдущий свой опыт, вот, если не ошибаюсь, там, посредством, видимо, интернет-почты, отвечал он на сообщения, кому-то перезванивал люди, которые ему писали, звонили. Вот в условиях кировской области, как, на ваш взгляд, главе региона лучше наладить связь с жителями региона? То есть вам, как депутату, вы наверняка там общались и с людьми в районах, и где-то как проще выйти на первое лицо? Ну, я бы, знаете, какой вариант, вот, когда ты работаешь командой, команда, которой ты доверяешь. Но у меня журналистская привычка, я всегда начинала рабочий день с просмотра всех информаций, что, где, чтобы ориентироваться. В конце дня это уже вчерашний день, то есть ты уже опоздал, даже, может, на двое суток, не посмотрев какую-то информацию. И когда отслеживаю по каким-то темам, которые я вот веду, по экологии, там, ну, тема, которая интересует и важная, например, и отсматриваю комментарии. Вот, извините, по большинству вопросов это, грубо скажу, это трёп. Когда там личное, ты там, Петя, я тебя знаю и так далее, идёт не обсуждение самой темы, а уже между собойчик. Вот, когда люди уходят на такой вариант, это трата времени. Да, почта должна быть выход на первое лицо, но там должен быть твой помощник, которому ты доверяешь на 200%, и он будет отслеживать конкретное обращение, которое, да, это надо поставить губернатору, да, и разобраться, и разобраться. Значит, или это частный вопросик, или это уже система, звоночек, который вот только первый тебе уже идёт, проверяй его сразу, став известность. Но этот человек должен, не скрывая каких-то грубых, может быть, жёстких, знаете, обращений, когда у человека беда, тут очень сложно подбирать какие-то нейтральные слова. Он выклёскивает свою боль, это надо принимать и не обижаться там, а воспринимать, а что же за этим, факт, или это просто настроение там, или ещё что-то. Вот я конкретно даже пример приведу. У меня сейчас раздаётся несколько звонков, и даже на улице меня останавливают. Ветераны труда федерального значения в августе не стали получать, не получили вовремя 453 рубля. Если раньше они там до третьего, кто-то чуть попозже получал, сейчас до сих пор нет. И когда мы выходили на службы соответствующие, сказали, а ведь не было чёткого графика. В августе это может быть и 31 августа. Но если у людей уже годами выработалась привычка получать, там, предположим, 3 августа он не получил, 5, 6, и ему сложно. Так вот в этом случае нужно на опережение давать информацию, что да, возникли там некоторые технические или ещё какие-то проблемы, но в августе вы получите эти пособия. И тогда не будут вот эти обращения. А предположим, вот на первое лицо такой звоночек, и за ним, видите, уже система, нужно сразу реагировать. Значит, сразу при службе срочно дать информацию в районке и везде вы получите это пособие, но в августе. Когда у нас нет вот такой даже на опережение работающей информации, знаете, который где-то может рассосётся, а может быть как-то идёт. Вот когда люди будут приучены получать правдивую информацию и в срок, это не тогда, когда у тебя отключили воду, через 2 дня появилось, там идут испытания, да, а ты то, что запланировал, уже не успел. Вот это очень важно, чтобы получилось. И когда вот из этих обращений, да, должен быть прямой контакт. Но если там сидеть на 3 ночи и всё это вот высчитывать, это ты тормознёшь всю работу свою. Это единственное, чем вы можете сделать. Вот это команда, команда, которая должна тебе и которой ты должен доверять на 200%, что не кто-то попросит там, это мелочь, это нет. Ты должен вот уметь понять, что за этим обращением стоит. Частный или это уже системный как бы случай, звоночек, которые далеко идущие, вот какие-то последствия могут быть. Поэтому да, это должно быть. И когда вот записываются к нам на приём, там, каждая последняя среда месяца, вы знаете, у человека сегодня и сейчас эта проблема. И у него должна быть возможность задать вопрос. Если он не может попасть на приём, он должен этот вопрос кому-то задать, чтобы при подготовке уже будут решать, значит, когда встретиться или кому-то из замок. Это должна быть вот доступность, что может человек со своей болью, со своей проблемой прийти. — С другой стороны тоже вот по поводу канала в связи, да, у меня возникает иногда большой вопрос. Мероприятие спортивное, это тут у нас про триатлон, соревнования по триатлону. Проходили информацию и правительство, и администрация по перекрытию улиц, графики, рассылали во все СМИ, все СМИ это опубликовали, на телеканалах выходили сюжеты. Мы это дублировали несколько дней подряд коллеги и интернет-издания, но в печатной, к сожалению, не читаю, не знаю. Проходят вот эти вот выходные, когда прошли соревнования, и что в итоге получаем в комментариях к новостям в кировских группах? Одно и то же. Власти никого не предупредили, СМИ замалчивали информацию. Какие СМИ эти люди читают? Тут и возникает вопрос, какие СМИ эти люди читают, потому что вот я на вскидку просто вот забила в гугл, я нашла сразу там 10-15 ссылок с полным графиком, как будет регулироваться движение в этот день. И то есть вот тут тоже, насколько вот эта предупреждающая информация работает, то есть должен быть какой-то, какой канал связи, за который люди скажут, ага, да, предупредили. Потому что вот вроде бы уже вот из каждого сапога это неслось, и все равно нашлись люди, которые посчитали, что их не предупредили. А ведь каждому на телефон не позвонишь, не сообщишь. Вы очень тему важную подняли. Это идет причинно-следственная, да, связь. И здесь надо искать не причину, по каким там еще каналам и так далее, а нужно изначально знать, а какие каналы работают. И вот когда у нас уничтожили проводное вещание, это ведь не просто для информации о том, что воду перекрыли там, или вот будет какой-то триатлон, а даже на период каких-то чрезвычайных ситуаций. И когда вот мы в Крымске, знаете, вот это было ЧП, оправдывались тем, что, вы знаете, мы бегущую строку пускали там в 2 часа ночи, да, у телевизора. Так вот это из той же серии. Первый. Когда у нас сегодня отсутствует связь, которая включается в каждый дом, тоже проводное вещание, и если бы там раза два-три, что у нас есть, и зная, что в этих проводное вещание попадает в каждый дом, значит, есть уверенность, что люди получат эту информацию. Второе. Значит, не изучен поток, это уже вот аналитики должны заняться, и те, кто хочет эту информацию, чтобы она доходила до каждого. Хочет он ее получить или не хочет, но ему как, знаете, так сказать, достучаться до него, что это так, каждому не позвонишь, или отправить там смс-сообщение, хотя это может быть тоже, но это тоже нужно заплатить сетям, чтобы они всем своим абонентам, там, кировской, ну, я не знаю, там, в Лятских полянах, кто находится, да, интересно ли ему о том, что, оказывается, в Кирове будет триатлон. Но, тем не менее, нужно изучить эти потоки, какой из них более эффективный, и, кстати, первыми, наверное, кто должен рекламщики этим озаботиться, потому что они будут тогда четко знать, какую информацию куда вкидывать, через какие каналы. А все уже информационное этим будет пользоваться. Когда у нас нет такой базы, такой аналитики, мы всегда будем получать эффект, что, а я не слышал, меня не предупредили. Ну, хотя будут всегда такие люди, часть находиться, но не в таком массовом порядке. И вот идет уже от, я бы сказала, от безопасности, когда вовремя нужно предупредить, и уже дальнейшая информация. Вот в чем проблема. Когда сегодня у нас нарушено общее оповещение. Еще одна рекламная пауза у нас. Особое мнение на 101FM. Если вы только подключились, напоминаю, в эфире особое мнение. В студии Дарьи Топузлиева, Марина Сазонтова, вице-спикер УЗС у меня сегодня в гостях. Депутаты Слободского оказались проводить референдум по полигону ТБО в Осинцах. После ОНФ уже вышли с информацией о том, что размещение полигона непосредственно в этом месте нарушает правила авиабезопасности, потому что по закону должен полигон быть расположен не ближе, чем в 15 километрах от аэродрома, а там в 13 километрах аэродром Десаав. И птицы, которые собираются на свалках, вот они могут послужить причиной летного происшествия. И опять получилась у нас сложная ситуация. С одной стороны полигон в Костино, правильно? Да. В Костино уже поджимают, то есть там уже давненько ситуация патовая. А тут мы полигон строить не хотим, с точки зрения, по крайней мере, местных жителей, как, есть ли какой-то компромисс, как его решить? Сейчас судорожно искать место, переносить этот полигон куда-то за пределы района. С другой стороны, если найти место, где нет рядом населенных пунктов, готовы ли будут местные жители переплачивать вот эти деньги, которые этот мусор будут увозить куда-то далеко? Потому что это в любом случае расходы возрастут на утилизацию. На транспортировку, на все. Вы знаете, я сталкивалась с этими проблемами еще и по Савальскому, у Савалей в Момышском районе, там тоже, значит, по полигону и Горелом и так далее. В Советском районе полигон, который изначально на 500 метров как-то сдвинули вдруг неожиданно. Разные экспертизы, от которых в конечном счете даже москвичи отказали, что да, это была допущена ими ошибка. И сейчас нужно решать. В Осинцах, вот в Савалатской район, где этот объект был как резервный, там какая-то точка, я сейчас не могу, значит, сказать. Вот когда говорят там два юриста, три мнения, когда речь идет об экологии, здесь, наверное, даже если три специалиста, то получается пять мнений. Как это сделать? Референдум, он сам по себе, может, знаете, как примерно быть? Может быть, это грубо и не кому-то понравится. Вот идешь по улице, из окна вылетает там банка и какие-то отходы. То есть это у меня в квартире чисто. А вот то, что ты вышвырнул, это из окна, там, пусть окурок, пусть там банку или какой-то пакет, это вот у вас. Хотя это у вашего же дома. Но вот меня в этом референдуме тоже смутило. То есть там вопрос был поставлен так. Или строить, или нужно, или нет, или у нас там в районе, чтобы вообще... Готовы ли вы, чтобы у нас в районе жители Кирова выбрасывали свой мусор? Да. А, простите, ведь в Слободском районе, насколько я знаю, своего-то полигона нет. То же самое, да, возили бы и из Слободского района. Вот здесь только референдум. Здесь должны быть проведены, я считаю, с участием широким и общественности. И главное, это повод высказаться учёным, именно специалистам, с тем, что и где. У нас выстраивали логистику, и если я не ошибаюсь, по-моему, где-то первоначально 8-9 таких полигонов по области, где заходил бы, значит, инвестор, который бы из области где-то мусоросборочная, а затем перерабатывающая, мусоросортировочная. То есть, опять полный цикл. Да-да-да, с тем, чтобы всё-таки не создавать эти свалки, а максимально использовать. Вот я читаю, там Швеция, Финляндия испытывает недостаток в отходах. У них... Нам есть куда отдавать. То есть, они научились, да, но по какой цене, и, так сказать, как мы это в Финляндии, или куда-то ещё начали, научившись. Есть в Польше, вот я опять же пример привожу, небольшие заводики, которые им выгодно. Но там транспортные, видите, очень достаточно близко. Которые, да, на переработку где-то организуют, и сразу берут мусоросортировочное, мусороперерабатывающее, и за счёт этого имеют доход, и тариф даже там начинает немножко приплачивать тем, кто сортирует этот мусор, а кому забирать. Проблема более чем сложная. И когда по-советскому, значит, специалисты утверждали, что там всё прекрасно, что там глина, так сказать, слои, да, это не почва, как говорят, это верх, да, а это именно слои, которые у нас уже идут в структуре. И там не глина, которая сдерживает, удерживает всё, чтобы не попадало дальше, не просачивалось. Когда стали изучать уже независимые экспертизы, там оказались известняки. То есть это почва, это структура, через которую всё просачивается, и нету гарантии, что там мембраны какие-то будут противодействовать. Вот начинаешь, действительно думаешь, ну как так? Одни специалисты могли сказать так, другие так, и недоверие, вот как Фома неверующая начинаешь. То есть нужно ещё, может быть, две, три, там не знаю сколько-то экспертиз, кто чётко скажет, что здесь противозаконно, и проводите вы референдум или нет, который, может быть, сказал, что да, надо, да, что по закону, по тем нормативам, которые существуют, здесь недопустимо строительство. А когда хочется, и надо, и каждый ищет какой-то повод, что, ну а куда вы повезёте, как вы повезёте? Ну, дороже или не дороже, я вот вижу, может быть, придётся куда-то и дороже везти, если здесь нельзя устраивать, но, когда жителям будут говорить, что вот если вы начнёте сортировать, и тогда вы уменьшите плату за вывоз мусора, потому что он у вас отсортирован, и тогда повезут уже специалисты, может быть, где-то рядом будут мусороперерабатывающие заводы, а не только сортировочные, да, и у них не будет такой экологических последствий от работы этих предприятий, но это всё равно в комплексе. А мы пока всё только говорим. Вот следующий год у нас объявлен годом экологии. Но просто это, опять же, всё на будущее. А тут вот конкретная ситуация. До конца года нужно решить этот вопрос. Да, и её нужно, безусловно. Здесь нужно экстренно собирать всех специалистов, приглашать независимых, которые не будут, ну вот здесь нужно кулаком стукнули, значит, и они щёлкнув каблуками, так сказать, начинают делать. Потому что, а какие последствия и какое вот столкновение интересов, не столько интересов, а практического результата, чтобы это вреда не нанесло никому, но и решило эту проблему. Мусор, он у нас у всех. И если мы... У японского автора, я помню, книга мне вот случайно попала в иностранной литературе, это было опубликовано, вот сейчас вспомнилось, он нашёл некую дыру, в которую всё уходило. И, значит, Японии, ну, Рашик, значит, он на этом зарабатывал золото, потому что вот смог найти дыру, в которой всё принимала, но куда это в конечном итоге могло. То есть японский автор ещё, но это уже, наверное, 30 назад было. Когда задумывались об этом. А мы, видимо, считали, что у нас страна огромная, у нас всегда найдётся, куда это... Места всегда хватит. Да, всех хватит. Да, всем хватит. Увы, не всем хватает. Да, места ещё есть, нужно до них добраться. Места, там, потому что есть, и опять же, встаёт вопрос геек. Да. Поэтому здесь надо, да, какое-то решение и на уровне и районных дум, городских дум принимать решение. И, конечно, когда сказать, что в нашем районе не будет свалок, но надо тогда какое-то, я не знаю, ограждение, и сами решайте, куда вы со своими отходами будете деваться. Они у нас у каждого есть, в каждой квартире, в каждой семье. Поэтому здесь должно вот как раз здравое очень решение быть, с учётом всех мнений, именно специалистов, кто скажет, это законно, это возможно, разрешено. Давайте выбирать, где место. И объяснять людям тогда, где мы должны и как собирать мусор, чтобы это не становилось проблемой и головной боли для каждого. Продолжение темы. Мэр Челябинска предложил разместить плакаты со свиньями, чтобы сделать город чище. Чиновник попросил глав районов потратить ещё какие-то деньги и сделать там со свиньями какой-нибудь хороший плакат, может, человек увидит и больше мусор не бросит. В Кирове у нас перед началом учебного года проведут очередной субботник. Предложили предприятиям, учреждениям присоединиться, убрать вот эти вот ветки, которые у нас периодическими грозами, ураганами, намело ещё какое-то. Уже не зимний мусор, который мы по весне убираем, а летний. Вот насколько, даже не знаю, не честно, как это сказать, насколько часто администрация может с такими просьбами к жителям выходить? Не сотрётся ли вот здесь вот грань между ответственностью тех, кто, извиняюсь за повтор, несёт ответственность за благоустройство города и простой вот гражданской инициативой где-то прибрать свой двор, ещё что-то? То есть всё равно те же самые предприятия, учреждения, они в добровольно-приказном порядке все выходят на эти субботники. Не получится ли же, что через пару лет у нас будет субботник и зимой, зимой мы будем снег сами выходить, чистить, летом и осенью, и в итоге сами будем всё прибирать? Знаете, к субботникам у меня отношения, вот я сама вхожу в совет дома, и когда мы субботник объявляем, приходят единицы, я хожу на все субботники, понятно, и когда друзей сына, которые уже взрослые дяди, говорю там, ну-ка, Володь, давай там, Алексей, с теми, кто уже с основания дома, как мы ещё детьми были, да, к совести уже приживая конкретно, вот это пофигистское отношение к тому, где мы живём. И у меня достаточно жёсткое, так сказать, вот отношение, когда идёшь мимо других домов. Вот газон у дома по Дериндяеву, дом тут недалеко от бывшей от текстильного комбината. Прямо в створе видно дома, откуда, ну вот, с какого только из этих этажей вот эти оконки, я бы показала, наверное, нужно начинать не с Челябинской инициативы, там, да, повесить там свиньям и так далее. У нас уже было наклейки, помните, когда лицо, которое было наклеено, не к лицу тебе, не к лицу и городу, да, попытка. Не помогло. Вот, не знаю, какие карательные меры, вот эти бы средства лучше не на баннеры потратила, а может быть на несколько переносных видеокамер. И вот зафиксировать, где, вот обнаружив этот мусор, да, вот они же показатели, летом он уже появляется, весной-то тем более, зафиксировав, из какого окна эта выброска идёт, очень хорошая, но я против штрафов, а наказание в виде уборки, когда и субботники не потребуются. Пусть они отработают, уберут за собой ту грязь, которую они сами и создали. Вот когда будут видеть, что наказуемо вот это, словом, не безобразие даже, ну, хамство, это мусорное, но это хамство, да, по отношению ко всем остальным, что это наказуемо, наверное, это может быть более действенной мерой будет. Я понимаю, что на каждого видеокамеру не поставишь, но когда будут, их можно менять и фиксировать, многоэтажных домах, так сказать, это всё видно, когда люди будут и чувствовать, что да, за это могут наказать, не деньгами, ещё раз повторяю, а тем, что ты на общественном будешь у того же дома прибираться и всё это выносить. Это раз. Второе, когда спрашивают, а когда же дворники, за которых мы платим, будут выполнять то, что они обязаны. Когда управляющие компании, обслуживающие организации, которым мы платим за текущий ремонт, там, содержание, да, будут выполнять в полной мере свои функции. И вот когда люди будут видеть отдачу, что они платят и есть результат, а когда вот это скопившееся, по мере того, что не выполнено, видите, вот я начала с того, что вот это неорганизованное, кто мусорит, сами же жрецы мусорят, да, и кто за ними должен без конца ходить, это недопустимо. Не мусори и не нагаживай там, так сказать, где ты живёшь. Да и там, где город, я имею в виду, не только свой дом. Там, где ходишь. Да, это раз. И второе, когда вот на эти субботники, обязаловка, отношения, вот понимаете, допровольно, принудительно, ты не вынужден и так далее, но это не научит тому, что ты должен быть вот чище или нет. Вот эти у нас там коммунистические события, это превращались в праздник. Потому что сейчас, понимаю, как здорово, мы там все потом там чаю попили, значит, пирожные, и вот какое-то настроение, даже детей с собой брали, чтобы дети видели, как мы в этом участвуем. Поэтому эта задача гораздо глубже. Да, призывами к тому, что нужно эти субботники провести, коллективное, оно помогает. Вот когда во дворе выходят, да, цветники получились, тут почистили, заборчик, что-то все вместе сделали, и дети видели, как это делают взрослые. Вот это рождательник, какая солидарность к тому, что это наше. Мы это делали, мы не можем здесь портить то, что, или нарушать вот эту красоту. Главное, чтобы это сохранялось, и тогда, когда ты вышел за пределы своего мара. Тонкое дело, да. А когда вот мой двор, и я всегда вспоминаю пару пожилую в троллейбусе, вот они зашли, он помогал ей, значит, заходить, да, и все, я восхищалась. А когда они вышли, и вот этот супруг тут же бросил, блитки, призные, все стерлось. Вот мы, недаром говорят, в больших делах человек таким, каким хочет себя показать. В мелочах, таков, каков есть на самом деле. Вот мы в мелочах должны быть очень честными перед собой и перед другими. Вот с этой мыслью мы сегодня и заканчиваем. Дарья Топузлиева, в гостях у меня была вице-спикер УЗС Марина Сазонтова. С вами, со мной вы еще в течение дня услышитесь в новостях. Марина Сергеевна, вам до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова